А сейчас мы поговорим о важной теме HR-стратегии управления человеческим капиталом. Это очень важная тема для директора по персоналу. С чего же она начинается? Она начинается, безусловно, с кадровой политики. Что такое кадровая политика? Как вы думаете? Кадровая политика организации – это генеральное направление в работе с персоналом. Она отражает принципы, нормы, правила и должна быть определенным образом сформулирована и осознанна. Цель кадровой политики в реале, в жизни – это дать понять новым, пришедшим на работу сотрудникам, каким образом проводятся процедуры работы с персоналом, каким образом осуществляется найм, каким образом осуществляется подбор, каким образом осуществляются переводы и так далее. Например, в нашей компании принято, что на вакансию мы используем конкурсный отбор специалистов. В какой-то другой компании это может быть перевод с должности на должность и так далее. То есть сколько компаний, столько методов и приемов по работе с персоналом. И кадровая политика все это отражает. Кадровая политика не всегда четко обозначена и оформлена в какой-то документ. Это зависит от степени развития организации. Чем крупнее, масштабнее и серьезнее организация, где прописаны бизнес-процессы, тем более серьезно относятся кадровые политики и оформляют ее в виде документа. При этом кадровая политика не должна, как документ, не должна быть мертвым документом. То есть она должна пересматриваться регулярно хотя бы один раз в год, чтобы все прописанные процедуры соответствовали действительности. Бывают такие примеры, когда в кадровой политике написано одно, а на самом деле осуществляется этот процесс, реализуется несколько иначе. У вас в документах будет пример кадровой политики. И на основании этого документа вы можете создать свою кадровую политику, актуализировать ее под свою организацию, и таким образом у вас получится живой документ. Это подарок от нашего образовательного центра. Продолжаем. Можно не пользоваться этим универсальным документом, а попробовать сформулировать кадровую политику самостоятельно. Для этого я сейчас попрошу вас взять листки, бумаги, а также ручки. И попробуем сформировать кадровую политику. Для тех, кто уже принес ручки и листки, давайте начинаем. Для этого мы должны построить свод-анализ. Что такое свод-анализ? Сфод-анализ – это когда отражаются сильные и слабые стороны организации, угрозы и возможности. В таком порядке мы и будем заполнять. Сперва заполняем левый верхний квадрат, то есть сильные стороны. Давайте разберем конкретный пример. Например, сильная сторона нашего предприятия – это стабильная организация, 20 лет на рынке. Я привожу примеры, которые могут быть использованы вами. Вы можете написать свои примеры. Итак, это официальное трудоустройство, четкое соблюдение трудового законодательства, безусловно, социальные выплаты, так и бонусный пакет – обучение, карьерный рост. Это сильные стороны нашей организации. В качестве слабых сторон организации могут выступать такие факторы, как неконкурентная заработная плата, отсутствие притока новых молодых специалистов, большая текучесть, старение коллектива и спад спроса на продукцию. После того, как заполнены эти два квадрата – сильные стороны и слабые стороны, мы анализируем эти стороны и прописываем уже угрозы. Вот в нашем случае это может быть как угроза старения коллектива, и в связи с этим бизнес-процессы, которые проводятся в компании, теряют свою скорость, и уже нет той производительности, которую бы хотело руководство. То есть мы теряем на производительности из-за снижения скорости, и хотим это добавить. После того, как прописали угрозы, переходим к заполнению возможностей. Что же можно сделать в этой ситуации? Опять анализируем сильные и слабые стороны, и на каждую угрозу, которая прописана в квадрате, мы проецируем на возможности. То есть из каждой угрозы возможности. Если у нас идет старение коллектива, то мы внедряем институт наставничества. Если это угроза, что уйдут ценные сотрудники из-за низкого уровня заработной платы, то возможности – это разработка целевой программы, мотивации для поддержки ценных сотрудников и так далее. Я надеюсь, что вам понятно. Продолжаем. Таким образом, мы формируем наш свод-анализ, и на основании этого свода-анализа мы уже формируем свою кадровую политику. Кадровая политика, напоминаю, что это принципы, подходы к процессам по управлению персоналом. На формирование кадровой политики влияют факторы – внешние и внутренние. Внешние факторы – это такие факторы, на которые организация сама не может воздействовать. Например, это политическая ситуация, экономическая ситуация, даже климат, миграционная ситуация, изменение законодательства и так далее. Факторы внутренней среды – это факторы самой организации. Например, спад на продукцию повлек за собой оптимизацию численности. Или мы приняли решение открывать новые филиалы. И у нас в данном случае меняется, должна быть изменена кадровая политика. Понятно? Вся наша текущая кадровая работа, кадровое планирование, сопровождение кадровое, руководство, управление персоналом и так далее – это являются инструментами кадровой политики. То есть посредством этих инструментов мы реализуем нашу генеральную линию управления персоналом. И в результате, если кадровая политика реализована верно, то в результате должно меняться поведение сотрудников. И наши показатели, которые закрепляются за нашим подразделением, они должны динамично стремиться вверх. То есть должна соблюдаться положительная динамика. Этапы выработки кадровой политики. То есть мы в карандаше ее придумали и провели анализ ситуации. То есть у меня есть любимая поговорка «Без анализа нет плана». То есть чтобы спланировать какую-то свою деятельность, необходимо провести анализ ситуации. То есть мы провели свод анализ. Дальше определили стратегические цели организации. То есть куда пойдет наша организация в будущем в ближайшей перспективе от 1 до 3 лет. И исходя из анализа и текущих целей, мы разрабатываем общие принципы кадровой политики. Вот далее будет пирамидка, и я вам поясню это более подробно. После этого идет четвертый этап официального утверждения кадровой политики. На самом деле встречаются случаи, когда мы осно закрепляем эти правила, не оформляя это документом. Но, как я уже говорила, чем серьезнее организация, тем формализованнее подход. И это оформляется и утверждается в виде уже конкретного документа. И утверждается там генеральным директором, даже на уровне собственника. Защищается наша кадровая политика. Следующий этап после утверждения и после того, как наша политика проработана, идет пропаганда. Что это означает? Это означает информирование персонала о том, что в последующий период, то есть начиная с сегодняшнего дня и в течение определенного времени, у нас будет реализована вот такая кадровая политика. Идет разъяснительная работа руководителям подразделений, а также всему персоналу. Это могут быть информационные встречи, а также это могут быть созданы специальные документы, положения, приказы и так далее. То, что принято на предприятии. Не стоит упускать и очень важный момент, это оценка финансовых ресурсов на осуществление. То есть под эти проекты, которые мы планируем реализовать, необходимо построить бюджеты и их защитить, чтобы были ресурсы для успешной реализации кадровой политики. Тоже важный момент. Переходим к следующему этапу выработки кадровой политики. Это разработка плана оперативных мероприятий. Что это означает? Это означает на самом деле, что мы пишем план работы для себя, а также для подразделений, с которыми работаем. Планируем потребность в трудовых ресурсах, формируем структуру, назначение, прописываем ответственных лиц. То есть пишем оперативные планы работы на текущий период. И определяем значимость мероприятий. То есть какие мероприятия мы проводим в первую очередь, какие во вторую очередь и так далее. Самый важный этап – это, конечно, реализация кадровых мероприятий по нашим направлениям. То есть отбор найм, сопровождение, профориентация, адаптация. То есть по всем нашим кадровым направлениям начинаем реализовывать наши построенные оперативные планы мероприятий. И завершается этап выработки кадровой политики – оценка результатов деятельности. Оценочный этап, он обычно в конце года или даже в конце отчетного периода. Например, мы определили кадровую политику долгосрочную на три года. То есть оценочный этап у нас может эффективно пройти только через три года после реализации всех мероприятий. В процессе реализации кадровая политика может претерпевать какие-то изменения. Но все эти изменения мы будем обозначать уже на оценочном этапе. То есть оценивать, насколько был эффективный наш план по реализации этой кадровой политики. И делать выводы, а также корректирующие мероприятия. Виды кадровой политики. Виды кадровой политики у нас структурно делятся по масштабам кадровых мероприятий и по степени открытости. Давайте разберем это более подробно. По масштабным кадровых мероприятий мы определяем кадровую политику, исходя из наших возможностей управления ситуацией и наличия ресурсов для реализации кадровой политики. Вот посмотрите на этой схеме. У нас это будет схематично более понятно выглядеть. По масштабам кадровых мероприятий. У нас кадровая политика делится на 4 квадранта. Пассивная, реактивная, превентивная и активная кадровая политика. Чем же они отличаются? Давайте разберем это на примерах. Пассивная кадровая политика характеризуется тем, что у руководства нет четкого плана по работе с персоналом. То есть нет этого формализованного документа, нет запланированных мероприятий и все идет плавно и равномерно, течет как течет. То есть таким образом у нас получается, что мы очень мало можем управлять этой ситуацией и можем оперативно реагировать только на негативные какие-то мероприятия, проходящие в компании. Реактивная кадровая политика. Чем же она отличается? У нас также нет структурного четкого плана реализации работы с персоналом, но мы знаем о том, что там или здесь происходят какие-то события. Например, в одном структурном подразделении у нас конфликт, в другом, наоборот, идет какой-то конкурс, а в третьем идет какое-то открытие важного проекта и так далее. Но плана по управлению этими мероприятиями у нас как такового нет. И в данном случае мы реактивно можем реагировать на происходящие события. Мы знаем, что есть мероприятия, но реагировать можем только реактивно. Следующий квадрат – это превентивная кадровая политика. Когда у нас есть план по работе с персоналом, но недостаточно ресурсов. То есть все эти планы, они существуют на бумаге. Я думаю, что для многих знакомых, возможно, есть такие примеры таких организаций, когда есть план, но он только на бумаге. На самом деле в жизни это происходит по-другому, только потому, что нет ресурсов. Может быть, нет времени, может быть, недостаточно работников в вашей службе, может быть, недостаточное финансирование тех или иных проектов. И активная кадровая политика. Когда у нас есть четкий структурный план реализации мероприятий, мероприятия реализуются по плану, выделены ответственные лица. И эта активная кадровая политика, она реализуется прямо здесь и сейчас. То есть запланировали мероприятие, но анализ показывает, что мероприятие не подходит в настоящий момент, его перекладываете. То есть не проводите во что бы то ни стало, а мягко управляете, переносите в своем плане работы. Вот активная кадровая политика. Итак, пассивная кадровая политика, она больше приводит к конференциации коллективу и деструкции ситуации. Реактивная, есть элементы там направленные на созидание, но все-таки она не очень эффективна в жизни. Превентивная кадровая политика, ну когда у нас недостаток ресурсов, конечно, это деструктивная ситуация. Но уже есть предпосылки к сотрудничеству, потому что план по работе все-таки есть. И активная кадровая политика у нас находится в квадрате созидания и сотрудничества. И выделены там на схеме маленькие сигнальные квадраты, да, что красным обозначена это не очень хорошая ситуация, а зеленым, конечно, хорошая ситуация. Так, давайте разберем по степени открытости. Здесь в корне стоит ориентация на собственный персонал и на внешний персонал. Давайте приведем пример. По степени открытости. Значит, здесь принципиальная ориентация идет на собственный персонал и на внешний персонал. Чем же отличается открытая кадровая политика от закрытой? Очень часто, когда мы в группе разбираем этот пример, то многие у нас участники группы путаются. Открытая кадровая политика. Это когда в организации возможен внешний найм на любую позицию. Например, ну, возьмем структуру кафе. То есть в открытой кадровой политике вы можете устроиться как на должность официанта с улицы, как на должность менеджера, как на должность кассира, как на должность управляющего. Это значит открытая кадровая политика. Возьмем другую кафе с закрытой кадровой политикой. Здесь, чтобы стать управляющим этого кафе, нужно сперва поработать официантом, затем кассиром, затем администратором и затем вы становитесь управляющим. Вот в этом заключается закрытая кадровая политика. Вроде бы два кафе, но кадровая политика и в одном кафе, в первом и во втором, она разная. Типовые стратегии роста и развития организации. Этот важный фактор необходимо знать директору по персоналу, чтобы понимать, какие люди нужны будут в этой компании. Давайте разберем пример. Типовые стратегии. Это три стратегии я выделяю. Стратегия инновации, стратегии качества и стратегии лидерства в издержках. На примере разберем. Скажем, мы продаем с вами мед. Мы продавцы меда. Стратегия инновации говорит о том, что мы продаем новинку. Мед из ирисов. Такого вы никогда и нигде не пробовали. И такого ни у кого нет. И наша позиция на рынке – мы продаем новый продукт. Стратегия качества. Мы продаем самый качественный мед. Мед – это уже другая организация, которая выделяет стратегию качества. Наш мед имеет 10 ступеней контроля качества. И кроме того, наши клиенты постоянно нам сигнализируют о качестве нашего меда. Наш мед по качеству занимает первые места на всех выставках и так далее. У нас там 10 медалей и так далее. Стратегия лидерства в издержках. У нас на рынке самый дешевый мед. То есть наш мед самый дешевый, потому что мы производим его с меньшими затратами. Он такой же качественный и очень вкусный, но самый дешевый. Скажите, вот вы, как директор по персоналу, видите разницу в сотрудниках, работающих в этих трех организациях? Будут ли сотрудники, успешно работающие в первой организации, которые продают уникальный товар, так же успешные, как в организации, если она направлена на лидерство в издержках. Вот из практики и жизненного опыта скажу, что все эти организации ищут в себе разных сотрудников. Например, в стратегии инновации нам нужны более креативные, более подвижные, мобильные, коммуникабельные сотрудники. Стратегии качества более серьезные, педантичные, очень внимательные, гиперответственные и так далее. Стратегии лидерства в издержках предприимчивые, креативные, которые умеют рационально оценивать ситуацию и находить лучшее решение. То есть, если вы устроились на работу в первую, вторую, третью организацию, вам надо понимать, какую стратегию реализует ваша организация и какие сотрудники вам будут нужны, то есть, какая будет потребность. Давайте разберем, какие стратегические цели управления персоналом могут быть у директора на конкретном примере. Представляю вашему вниманию пирамиду персонала. И стратегия на данном слайде обозначена у нас слева. Вот смотрите, в 2016 году численность предприятия представлена цифрами 8388 человек. И через некоторое время, то есть, к 2019 году мы планируем довести численность до 7000 человек. Таким образом, директор по персоналу делает вывод, что кадровая политика у нас направлена на этом конкретном предприятии на оптимизацию численности. И с правой стороны уже представлена пирамида, каким образом это будет сделано. Это будет сделано посредством дифференциации персонала, то есть, распределения персонала на категории. Понятно? Продолжаем. Факторы, влияющие на будущие потребности в персонале. На будущие потребности у нас влияет корпоративный план развития организации. Это, безусловно, внутренние факторы, такие как возрастная структура работающих, гендерный состав, эффективность-неэффективность работы, потеря рабочего времени, производительность и так далее. Внешние факторы – это квалификация рабочей силы на рынке труда, сама ситуация на рынке труда, изменение технологий, внедрение законодательства и так далее. И, исходя из этих факторов, то есть, с учетом этих факторов, мы начинаем проводить кадровый аудит. Вот на этом слайде представлены разделы кадрового аудита. Кадровый аудит в данном конкретном случае, хочу подчеркнуть, это не аудит документов, существующих на предприятии, а кадровый аудит направлен на определение потенциала организации в области сотрудников. Пример кадрового аудита вы можете посмотреть под нашим видео. Но у вас будет документ, который называется кадровый аудит. Вот так выглядит этот документ в реале, на самом деле, а здесь представлены только разделы. Итак, кадровый аудит, что мы включаем? Структуру рабочей силы по категориям занятых. То есть, сколько человек у нас работает руководителями, сколько специалистами, сколько рабочими. Кадровый аудит у нас проводится в динамике, то есть, мы берем несколько лет подряд. Обычно берут три года, предыдущие три года и текущие. И сравниваем, какие показатели у нас сегодня. Все цифры мы указываем в натуральном выражении, а также удельный вес, то есть, процентное соотношение. И вот давайте разберем возрастную структуру рабочей силы. Вы можете прямо сейчас открыть этот документ и посмотреть на табличку, как это выглядит на самом деле. И на что обращаем внимание? То есть, в таблице представлены это наименование, прежде всего. Потом позиции, которые мы разбираем, скажем, по возрасту. Это распределение по возрасту, ну, по структуре. Дальше идут показатели прошлых лет в натуральном и процентном соотношении. И после этой таблицы у нас обязательно должны идти выводы, то есть, мы должны проанализировать все цифры и сделать вывод. Наша ситуация сегодня, она лучше, чем раньше, или хуже, чем раньше, по отношению к прошлым периодам. После выводов идут у нас риски, то есть, мы оцениваем риски. И если так ситуация пойдет дальше, к чему это может привести? Вот ответ на этот вопрос, он отражается в разделе риски. И после раздела риски идут у нас рекомендации. То есть, вы, как директор по персоналу, как менеджер, управляющий людьми, должны выдать своей организации. Это ответ на вопрос, что сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. И вот так вот мы идем по всем разделам, которые указаны здесь и на следующем слайде. Это мы рассматриваем структуру рабочей силы, возраст обязательно, образовательная структура, стаж работы, гендерный состав, уровень текучести, показатели отсутствия. Конечно, с анализом причин отсутствия. Дальше, коэффициент внутренней мобильности персонала. Здесь имеются в виду переводы, ротации. Производительность труда. Она может выражаться как в натуральном выражении, так и в выработке на одного работающего в рублях. Издержки на рабочую силу, то есть затраты, доли издержек на рабочую силу, издержки на одного сотрудника и издержки на один производительный час. Некоторые организации считают даже стоимость секунды. Сколько стоит стоимость секунды? Когда мы пройдем по всем этим разделам, то есть подготовим всю информацию, сделаем выводы, риски, у вас будет настоящий проведен анализ кадрового потенциала. И вы поймете, где у нас есть потенциал, где нужны зоны для развития и что с этим делать. А теперь мы поговорим о текучести персонала. Как же она считается? Коэффициент текучести – это отношение количества численности работников, уволившихся по собственному желанию, плюс численность работников, которые уволились по трудовой дисциплине, по отношению к средней списочной численности за определенный период, выраженной в процентах. Я надеюсь, вам понятно. На что здесь хочу обратить ваше внимание? Что учитывается только увольнение по собственному желанию и никаких других оснований. Допускается увольнение по собственному желанию с выходом на пенсию. Это чистая текучесть. Не во всех предприятиях считают чистую текучесть, а просто иногда берут и полное количество уволившихся. Это неверно, и это является ошибкой. Текучесть персонала считается ежемесячно, а по году складываются все полученные результаты за каждый конкретный месяц. Например, мы посчитали текучесть за январь и февраль. У нас получились две разные цифры. По году мы складываем январь плюс февраль плюс март и так далее. И так до конца года. Почему это важно? Потому что у нас есть нормативы по текучести. Чтобы определить, вы допустимы норме или нет, сравниваем с нормативными цифрами. Давайте посмотрим на следующий слайд. Нормативы по текучести по видам квалификации. По видам квалификации это значит по категориям топ-менеджеры, управляющие среднего уровня, линейный персонал, рабочий и неквалифицированный персонал. Топ-менеджеры это руководство организации. Понятно, что тут допустимая норма, это до 2% указана годовая норма. То есть, если у вас в течение года сменилось больше половины руководства, то нельзя говорить о том, что организация эффективно работает. Конечно, часть процессов и часть показателей у нас поплыли наверняка вниз в связи со сменой руководства. То же самое можно сказать про линейный персонал и управляющих среднего уровня. Там допустима норма 10-20%. Как получились эти нормы? Часто задают этот вопрос. Давайте разъясню. Нормы в данном случае были опубликованы несколько лет назад в кадровом журнале, в справочнике кадровика. И там было сказано, как они высчитались. То есть, собрались эксперты и взяли несколько предприятий и высчитали эти нормы. То есть, эти нормы получились расчетные. Ваши расчетные цифры могут отличаться от этих норм, которые приведены здесь. И вот из практики своей работы и из жизни и практики других коллег могу сказать, что наши нормативы, они отличаются от 5 до 10% в сторону плюс. Но не по уровню топ-менеджера, а по уровню рабочего персонала. И здесь хочу отметить, что работники с сегодняшнего дня, они отличаются от работников, которые работали 10 лет назад. Так же и показатели. То есть, сейчас стали более подвижные подразделения и более подвижные организации. Вот 10 лет назад люди меняли работу гораздо реже, чем сейчас. Поэтому, если у вас получились свои нормы, лучше всего вывести свои нормы по текучести и ими руководствоваться, нежели вот этими цифрами, которые были опубликованы, хотя и в авторитетных журналах. Так, приведу вам нормы по отраслям. IT-отрасль, она самая стабильная у нас, признается, и до сих пор она, несмотря на то, что постоянно туда требуются люди, по движению это одна из самых стабильных отраслей, до 10% составляет нормы текучести. В производственной сфере 10-15%, но опять же повторюсь, вот я всю жизнь работаю на производственных предприятиях, и для нас нормативом считается цифра 25%, то есть свыше 25%, то есть это уже критическая ситуация, значит нужно больше обращать внимание. А до 25% это вполне реальная норма для наших предприятий. В сфере страхования и розничной торговли, то есть это подвижные подразделения, до 30%, опять же здесь и в торговле, цифры там до 50% можно считать нормой. Гостиничный, ресторанный, бизнес до 80%. Там бывает даже оборачиваемость персонала свыше 100%. Вот исходя из практики работы, вот вам говорю эти цифры. И по текучести здесь, да, выводы какие мы делаем, что в период становления организации или в переходный период нормы по текучести, они отличаются от нормативных. Это было сказано вот в рекомендациях, когда кадрового журнала, когда они транслировали эти нормы, что в период сменения нормы могут быть выше. Но вот исходя из практики работы, могу сказать, что нормы, они всегда получаются почему-то выше. Выводы какие мы делаем, что если вы определили свою норму текучести в этом году, сравниваете ее с прошлым периодом, у вас должна наблюдаться положительная динамика. Если динамика положительная, то есть уровень текучести стал ниже, значит ваша деятельность как директора по персоналу, она эффективна. Если выше, то значит нужно исследовать более подробно, проанализировать причины, промониторить ситуацию и составить корректирующие мероприятия. Под этим видео у вас есть задача на расчет текучести. Я привела задачку из ресторанного бизнеса. У вас представлена сеть ресторанов, где нужно посчитать нормы текучести, коэффициенты текучести. Как они считаются, у вас есть. Далее, после решения задачи, вы можете сравнить с правильным ответом. Верно вы посчитали или неверно. Потребность персонали. Вот смотрите, кроме классической, определения классической потребности персонали, на основании наличия существующих вакансий, есть и специализированные методы определения потребностей в персонале. Именно эта компетенция отличает директора по персоналу от менеджера по персоналу. То есть менеджер по персоналу, он анализирует только наличие свободных вакансий и делает выводы, сколько человек нам нужно. Или работает по заявкам. А директор по персоналу должен смотреть на этот вопрос несколько шире, то есть анализировать именно тенденции. Что такое анализ тенденции? Когда мы сравниваем количество работающих и потребность в течение определенного периода, скажем, за прошедшие 3 года, и определяем потребность, исходя из сложившейся тенденции. То есть смотрите, вот на конкретном примере, на нашем предприятии у нас тенденция сложилась, что ежегодно у нас прирост сотрудников составляет до 100 человек. То есть ежегодно в нашу компанию вливается 100 дополнительных новых рабочих мест. То есть компания сейчас переживает этап развития. Значит и потребность персонали на следующий год. Я как директор по персоналу закладываю плюс до 100 человек, потому что тенденция пока по рынку сохраняется. Если у вас компания оптимизируется, то есть исходя из потребностей вы видите снижение динамики, то в следующем году, скорее всего, потребность в персонале будет ниже, чем в предыдущем периоде. Понятно, да? Вот анализ потребностей. Дальше. Какие еще могут быть методы специализированного определения потребностей? Это сравнение факторов. Например, давайте рассмотрим схему. Укрупненный фактор, влияющий на развитие рынка автомобилей. Перед вами представлены диаграммы. Их несколько. Доля продаж автомобилей, а также материальные возможности покупателей. Это там желтая диаграмма. И доля покупки автомобилей. То есть сколько покупается автомобилей тоже за определенный период. Смотрим эти показатели и делаем вывод. То есть если у нас ежегодно идет рост продаж автомобилей, то, скорее всего, мы закладываем потребность на следующий год, что будет идти рост. Если идет тенденция снижения покупки автомобилей, то, скорее всего, эта тенденция сохранится и в следующем году. То есть нужно анализировать отношения спроса, предложения и возможности потребителей вашей продукции или ваших услуг. То есть это тоже может служить одним из методов определения потребности в вашем конкретном случае. Если этот метод не подходит, есть еще метод, когда мы делаем диаграмму разброса, то есть корреляции. Насколько коррелируется между собой функция. Вот здесь может быть не очень кадровый пример, но тем не менее очень показательный. То есть расстояние между пластинами в тех или иных случаях выражается точками. Емкость как функция расстояния между пластинами. И задается тренд, то есть линия. И тренд, как мы видим, он положительная динамика. То есть, скорее всего, эта динамика будет соблюдаться и в следующем отчетном периоде. Помимо этого, есть специализированные программы. То есть на некоторых предприятиях я встречала специализированные компьютерные программы. И когда заводишь в них определенные параметры, например, вероятность показателей продаж на предстоящий период, вероятную вашу производительность, то программа автоматически выдает нам вероятную предполагаемую потребность персонали. То есть потребность можно посчитать и таким способом, с использованием специализированной программы. И в итоге у нас получается на предстоящий период план потребности в персонале. Планов обычно мы строим, как и любой другой документ, и бюджет мы будем с вами проходить, и план потребности. Он строится в нескольких вариантах. Потенциальный, перспективный и оперативный. Оперативный – это значит здесь и сейчас. То есть мы на него опираемся, он оперативный, текущий. Перспективный – он на перспективу. То есть это может быть либо удлинен срок, либо увеличены показатели. В перспективе – само слово говорит за себя. И потенциальный – это как бы план мечты. Иными словами, можно сказать, что это может быть… Можно использовать другие формулировки. Скажем, пессимистический вариант, реалистичный вариант и оптимистический вариант. Но в любом случае директор по персоналу хорошего уровня всегда готовит три документа. Будь то план потребности в персонале, план развития или бюджет на какой-то проект. И таким образом, когда у вас есть в арсенале три варианта развития событий, принять управленческое решение гораздо легче. На этом наша тема закончена. Не забудьте выполнить домашнее задание. Желаю удачи!